Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас есть очередной повод слипиться с вами. Сегодня мы засаливаем помидорчики. Этот метод засолки наш традиционный. Много-много лет мы это делаем супер помидорчики. Бочка, заквашивали мы здесь, сделали виноградное вино, освободилось. Помидорчики, сливки, белые, небольших размеров, любисток, базилик, листья винограда, листья вишни, листья хрена. Все это будет перемежаться в бочке с помидорами. Потом дополнительно будет брошен чеснок целыми зубками и сверху укроется листьями хрена. Сейчас что ты делаешь? Сейчас я промываю помидоры и закладываю. Сначала зелень подчикаю, положу сюда. С сикатором частично измельчаю, чтобы лучше было передача ароматов. Добавляю туда. Это сейчас любисток и базилик, да? Любисток, базилик, хрен. Листья винограда и листья вишни. Мы не делали с вишней. Всегда. Всегда. Можно даже на дно еще немножечко от одной яблочкой для закваски, чтобы она дала определенный свой начало процесса брожения. Вот так яблочко. И достаточно. И теперь промытые помидоры Засыпаем. Засыпаем. Примерно с ведро помидор И опять повторяем процедуру Добавления. А там я сухие сорвала. Пойдут базилик? А достаточно этого. Чересчур тоже не надо. А так вот она щелкается, щелкается, щелкается. И равномерно раскладывается. Потом она в рассоле Все распространится И будет супер аромат. Добавляем в листья винограда. Вишни и винограда. И немножко винограда. Все это делается, чтобы помидорчики были резкие И имели специфичный вкус. Ой, у нас сегодня дождь. 25 октября. Теперь грибы пойдут. Ну все, в общем, слоями наполняем бочку. А потом заливаем им рассолом. Рассол готовим сладкий. Помидоры получаются резкие, вкусные. Значит, стакан соли, два стакана сахара И 100 грамм сухой горчицы. Все это растворяем в теплой воде. Прямо из-под крана дома набираю Горячую воду. И развожу вот из расчета на ведро. Вот пару ведер сделаю. И если мало будет, еще наводим. И этим раствором заливаем все эти... И этим раствором заполняем бочку. Сверху ставим гнет. И стоит у нас на улице около... Сколько у нас стоит на улице? Как лед в соленой воде появляется, Закатываю в гараж, Где температура 10-12 градусов. То есть на улице у нас будет стоять Эта бочка под навесом До морозов. А потом убираем в гараж. Она не тяжелая, закатываю ее. Не думайте, что много сахара. Он дает активное брожение. И за счет этого сахара Получаются они очень вкусные. Очень вкусные. Листья лишни очень хорошо От плесени, закисания И дают специфичную резкость раствору. А сельдерей, базилик и любисток Это очень мощные противоглистые, Против всякие микробные вещества. Да при чем быть противоглистые? Они хорошо работают И потом в помидоре. Ну закрутила! Горчичка дает хорошую остроту. Сахар дает брожение Длительного, сплофойного периода Месяца 2,5-3 Они как газированные помидорочки Получаются супер балдежные Не пожалеете Делаем уже лет 20 Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok